А в следующем сюжете мы покажем вам уникальные кадры нового Уренгоя. Приготовьтесь, 36-летней давности. Фильм о нашем городе был снят на минуточку центральным телевидением, но по некоторым обстоятельствам еще никогда не был в эфире. Благодаря ветерану Тюменского телевидения Анатолию Михееву, который сохранил кинопленку, у нас с вами есть возможность переместиться во времени. Смотрим. Ребята, города в Тюменском севере не растут истопы. Они вспыхивают, как звезды. Кажется, совсем недавно сюда пришел первый самотрахованный поезд. Выросла первая улочка вагонщиков. Ее назвали улицей Артемистов. И вот вовсю шире расправляет плечи ленинградский девиэтажный проспект. Растут новые кварталы нового Уренгоя. Новый Уренгоя – дела и люди. Так называется этот 22-минутный фильм, снятый центральным телевидением еще в 1984 году. Эти кадры еще никогда не были в эфире. На видео строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Работа компрессорных станций. Говорят, что, допустим, север – это на короткое время. Там приехал, заработал и назад поехал. Но сейчас, по-моему, такая обстановка, что куда назад поехал. Если отработать здесь более пяти лет и найти свое место здесь, на севере, то, по-моему, ехать некуда. И не потому, что некуда, а потому, что прирастаешь к этому месту. Уже считаешься невременным жителем Уренгоя. А это же Дэвокзал и первые улицы города. Строит ряды торопятся, возводят многоэтажки. У этой чудом сохранившейся кинопленки своя история. Показ фильма о покорителях Севера планировался на всю страну. Причем снимали на дефицитную тогда цветную пленку. В длительную командировку из Москвы приехал автор, имя которого уже неизвестно. Собрал местную бригаду. Режиссер, кинооператор, техник, звуковик. Во главе съемочной группы стоял тюменский режиссер Борис Шпильковский. Довольно известная личность в своих кругах. Картину отсняли, но тут сменилась власть ЦК КПСС. Вместо Андропова на пост доступил Константин Черненко. И в Москве решили, что фильму о комсомольском задоре в такое время не место. Премьеру отменили. А саму пленку забросили в архив. Спас и сохранил киноленту ветеран тюменского телевидения Анатолий Михеев. За что ему, конечно, спасибо. Иначе бы не сохранились эти трогающие сердце отрывки. У меня зовут Люба. Это Маша. Это Света. Вот Петя. Ваня. Ваня с Петей, близнецы. И Миша. А кого нет еще? Еще нет у Васи. Он учится в Тюмени, в технике. Еще? И Степа убежал из спорткомплекса. Он занимается вольной борьбой. Еще кого нет? Еще нет у Сергея и Гали. Они в Чернополе. За ним уехал папа. Сколько у Вас всего-то? У нас 10. И в Уренглэе родилось сколько? Трое. Маша, Петя и Ваня. В фильме не подписаны имена персонажей, с которыми общался журналист, но хорошо видны лица людей того времени. Чем для Вас там будет? Пожалуй, в втором доме. Вот еду в отпуск. И говорю, вот, скоро домой ехать надо уже. Билеты заказывают. А теперь внимание. Группа компании «Сигма» решила разыскать героев старой документальной киноленты. Если на кадрах Вы узнали себя или своих родных, обязательно напишите нам на наш редакционный номер. И пусть весь новый Уренглэй увидит продолжение. Вербаранова телерадио компания «Сигма» для «Анур-24». Вербаранова телерадио компания «Сигма» для «Анур-24»